Приветствую! Повестка это способ наказания или как дискредитировать мобилизационную кампанию. Такая тема для видео мне пришла вследствие просмотра новостей. И вот сегодня я в новостях увидел о том, что люди, которые в Киеве пошли жарить шашлыки в выходные дни, получили повестки. Давайте сейчас не будем рассказывать, что эти люди с моральной точки зрения, возможно, кому-то покажется, что неправильно поступили, что нельзя вообще пока война отдыхать, нельзя жарить шашлык и прочее. Дело же не в этом. Дело не в том, что сделали эти люди. Они глобально никакой катастрофы не сделали, преступления не совершили. Но им дали повестку. И государство это такое говорит, вот, мол, смотрите, мы нарушителям даем повестки. Я пошел в интернет и вот давайте посмотрим, что я еще там нашел, а потом поговорим о том, что же это значит. Итак, смотрим, что есть в гугле по этому поводу. И вот что мы здесь видим. Вбил повестки нарушителям и видим сразу вручение повестки нарушителя комендантского часа. Здесь вот, в Каменце-Подольском, 13 нарушителей комендантского часа сразу же получили повестки в армию. Это 25 июля 22 года. Дальше смотрим, что здесь еще есть. Повестки вручают не только в местах отдыха, но и в качестве наказания и воспитания нарушителей порядка. Нарушителям ПДД выписывают повестки в военкомат. Вот новость, о которой я говорил сегодня, да. Людям, которые любили шашлык на природе, раздали повестки. Ура, товарищи, мы им покажем. А дальше вот еще, посмотрите, но это за 22-й год, да. Вот я специально, кстати, показываю и 22-й год, и 23-й, чтобы вы видели, что ничего же не изменилось. Да, эта история уже год ей. Итак, вот смотрим. 420 проверенных закладов, та 219 врученных повесток – это результаты ничных проверок полиции Киева. О, какие молодцы эти ребята. А теперь давайте серьезно. Вот давайте задумаемся. В некой такой идеальной ситуации государство оказалось под атакой. Да, агрессия другого государства, пришла армия другого государства и хочет захватить это государство. Что же должно делать государство, которое обороняется в этом случае? Конечно же, оно всячески должно показать людям, что защита этого государства – это их священный долг. Это то, что должен желать каждый гражданин этого государства. А как это сделать? Ну, во-первых, нужно было делать еще до этих событий, до войны надо было что-то делать. Надо было создавать такие условия человеку, при которых человек захочет защищать это государство. Потому что он поймет, что это же государство обо мне заботится всегда. Значит, я буду его защищать. Для чего? Чтобы оно и дальше заботилось. А когда пошла война, что должно делать государство? Оно должно сказать и показать четко на примере каждому мужчине, каждому военнослужащему. Четко показать, если с тобой что-то случится, и тем более, если ты умрешь, сегодня ты умер, завтра твоя семья без каких-либо бумажек, без ничего, только скажет, какой номер счета и получит такую сумму, что им хватит до конца жизни. Чтобы человек, который пойдет защищать это государство, понимал, ну, даже если я умру, я умру ради своей семьи, и моя семья ни в чем нуждаться не будет. Ни жена, ни дети, родители мои, ну, они уже ни в чем не нуждаются, они уже получают такую пенсию, что все окей, все, мне есть что защищать. И, конечно же, должна быть информационная компания, должны везде, на каждом углу говорить о том, что смотри, ты мужик там, да, ты должен защищать родину, ты, это почетно, это правильно, это хорошо. А что мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем защиту родина, как наказание. Ну, ребята, вы вообще о чем думаете? Ведь мне вообще непонятна эта ситуация, когда в стране достаточно жесткий контроль информационного поля, есть там телемарафон и прочие истории. И мы же все контролируем. И у меня возникает вопрос, а как просочилась идея в СМИ и вообще в реальную жизнь идея о том, что выдавать повестки как способ наказания? И у меня тут вопрос. Получается, что если человек совершает там нарушение ПДД, комендантский час, в клубах там такой тусит, ему дают повестку. Скажите, пожалуйста, если я не нарушаю ПДД, не нарушаю комендантский час, в клубах не был замечен и шашлык в Киеве не жарил. Это означает, что мне не дадут повестку? Ну, меня же не за что наказывать. А, нет, дадут. То есть мне все равно ее принесут на работу или домой, или на улице меня встретят и дадут эту повестку. А здесь тогда вопрос. А что мне не нарушать? Что мне не нарушать ПДД? Чего мне не жарить шашлык, если повестку мне и так, и так дадут? Ну, друзья, ну, есть же в Конституции, да, записано, что защита страны это обязанность каждого гражданина Украины. Защита отчизны, да, если быть точнее. Защита отчизны. Ну, вот это же долг по Конституции. А зачем вы превратили в обязанность, ой, не в обязанность, а в наказание эту обязанность? А теперь вопрос. А вот законопослушный гражданин, который обязанность, может быть, и выполнил бы, а теперь ему говорят, это наказание. А я не хочу быть наказанным. Такая мысль у человека появится в голове. Я не хочу быть наказанным. За что вы меня наказываете? Сказывайте. Я комендантский час не нарушал, шашлыки не жарил. Автомобиля у меня вообще нет. Я самый законопослушный. Это же вопрос восприятия мобилизации в обществе. Ну, и я не говорю еще о том, что происходит, да, вот с этой раздачей повесток. Вот мы же видим количество видео, которые появились. И если вы видите, я уже даже не комментирую эти видео. Почему? Да потому что мне надо тогда выпускать по несколько видео в день с комментариями вот тех видео, где люди в военной форме просто откровенно беспределят. где тем, кто не хочет там брать повестку, сразу применяют силу, тянут силой, там грузят в бусик, увозят в ТЦК. Что происходит вообще? Люди, которые отвечают за информационную сторону мобилизации, просто оказались несостоятельны. И, конечно, это все, ну, оно по сути перекладывается вся ответственность на Зеленского, да, потому что он главнокомандующий. И понятно, что все будут обвинять его, что, мол, ты же не организовал это, да, ну, потому что так повелось. Руководитель за все отвечает. И вот тоже вопросы к нему есть, объективные вопросы. А вы, пан Зеленский, вы разве не видите, что происходит в стране? Вы не заходите в YouTube, вы не видите, какой беспредел творится? И мы же понимаем, насколько это негативно для страны, насколько это обороноспособность снижает. Потому что, извините, но мобилизационная кампания просто, просто рассыпалась. Потому что люди, мы пришли к тому, что люди не хотят защищать свою страну, люди не хотят идти в армию. И это же не потому, что они такие плохие, а может потому, что государство здесь, мягко говоря, не дорабатывает. Никакого вывода, никаких рекомендаций здесь нет в этом видео. Потому что это все бессмысленно. Там явно сидят люди, которые знают, что нужно делать. Наверное, умеют делать, я предполагаю. Но вопрос, хотят ли они делать это так, как должно быть. И здесь много вопросов, почему они этого не делают. Или, может, они все-таки действительно некомпетентны и не могут это делать. Либо там есть люди, которые вообще работают не на это государство. Поскольку, ну, правда, выводить, сделать из конституционной обязанности наказание, публично это вывести и публично сказать, что мы будем призывать в армию как наказание за правонарушение. Но это надо было еще постараться, чтобы до этого додуматься. И вопрос, кому на благо это сделано, это тоже большой вопрос. И этим, наверное, соответствующие органы должны заняться. Друзья, не знаю, ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Просто поделился теми мыслями, которые вот сегодня у меня появились. Если вы разделяете эти мысли, напишите, не разделяете, напишите. Не знаю, может я в чем-то не прав. Может и правильно раздавать повестки нарушителям. Не знаю, ну, мне кажется, все-таки это неправильно. Можем с вами, кто не согласен, продолжить дискуссию в комментариях к этому видео. Не знаю, может поддержите меня, не поддержите. На ваше усмотрение. У нас же в конце концов есть свобода слова. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.